Глава девятая, книга Иова И отвечал Иов и сказал, — Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнает их, он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат, скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря, сотворил Ас, Кесиль и Хима и тайники Юга, делая великое, неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет предо мною и не увижу его, пронесется и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему, кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. Перед ним падут поборники гордыни. Тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова перед ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но присыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен, если судом, кто сведет меня с ним. Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает, если не он, то кто же. Дни мои быстрее гонца бегут, не видят добра. Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежной водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе.